Аллергия может начаться в любом возрасте, в том числе и в 50, и в 60 лет. То есть это абсолютно невозможно предсказать. С самого раннего возраста детей нужно везти в деревню, на дачи, фермы. Для того, чтобы они общались, именно были как настоящие дети, то ли были в грязи. Не надо их от этого ограничивать. У нас сейчас стала любимая фраза, что медицина достигла таких высот, что здоровых людей практически не осталось. А мы все очень индивидуальны. Это, к сожалению, большая проблема, потому что сложился такой миф, что вот я сейчас пойду в лабораторию, сдам анализ, найду, на что у меня аллергия, исключу и все. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Число аллергиков во всех странах мира растет. Вот аллергию называют чумой третьего тысячелетия. А с чем это связывают медики? Знаете, этот вопрос достаточно сложный. Да, вы правы в том, что аллергия, да и вообще аутоиммунные заболевания, это болезни 21 века. Их рост начался где-то в 70-80-е годы прошлого столетия. В принципе, каждые 10 лет количество пациентов у 2. У вас сейчас, конечно, рост несколько замедлился, но все равно тенденция сохраняется. Рост сохраняется. И есть достаточно много теорий, которые пытаются это объяснить. Но на данный момент главенствующая теория, которая все не объясняет, но хотя бы пытается, это является теорией так называемой гигиенической. То есть смысл этой теории в том, что человек сейчас стал жить в достаточно стерильных условиях. То есть наша иммунная система, она в такой двоякой ситуации находится. С одной стороны, надо активно работать с инфекциями, защищать от нас инфекции, она должна активироваться. Но с другой стороны, иммунная система, она отвечает и за внутренний гомеостаз человека. И, соответственно, она должна притормозить вовремя, чтобы не начинать вредить самому организму. И вот за счет того, что сейчас мы находимся в такой среде достаточно изолированной, то есть есть вакцинация, защищает от нас основных инфекций, мы активно пользуемся различной химией. То есть посмотрите, у каждого человека в квартире куча различных средств для обработки ванных, унитаза, пола и так далее, и нам все время предлагают новые и новые какие-то защитные средства. То есть ребенок постоянно моет руки, обрабатывает антисептиком и так далее. И все это приводит к тому, что наша система начинает, скажем так, отдыхать, релаксировать, и, соответственно, начинает уже более агрессивно реагировать на то, на что она реагировать не должна. Поэтому вот это вот целую вносит название гигиенической. То есть и это доказывает один из фактов тем, что аллергия – это проблема как раз-таки промышленно развитых стран. Там, где более высокий уровень жизни, то есть в странах, например, той же Африки, Азии, где более низкий уровень, у них более высокий уровень заболеваний инфекционных, но как раз-таки аллергия там страдает мало. Поэтому одна из как бы парадоксальных идей лечения аллергии, даже не лечения, я бы сказал, а профилактики аллергии, заключается в том, что уже с самого раннего возраста детей нужно везти в деревню, на дачи, фермы, для того, чтобы они общались, именно были как настоящие дети, то ли были в грязи. И не надо их от этого ограничивать. Аллергиками рождаются или становятся позже? Вы знаете, ну, мне кажется, вот современная наука уже доказала, что любое заболевание, у нас к нему уже есть предрасположенность, есть какая-то генетическая предрасположенность. То же самое относится к аллергическим заболеваниям. То есть мы уже имеем какую-то генетическую предрасположенность к аллергическому заболеванию. На данный момент уже есть возможность сделать паспорт пациента, так называемый генетический паспорт, согласно которому мы можем сказать, каким заболеванием он склонен. Но это не означает автоматически, что у него оно обязательно разовьется. Но риск, чем выше этой генетической предосположенности, естественно, выше риск. Поэтому мы все имеем какую-то предосположенность в высокой или меньшей степени. А вот дальше зависит от того, эта генетическая предосположенность вынется в заболевание, либо нет. Здесь могут играть факторы как патологические. Например, человек переболел тяжелой инфекцией. Например, ковидная инфекция дала очень большой всплеск аутоиммунным и аллергическим заболеваниям. С другой стороны, какие-то травмы, даже обычно психологические страсти – это тоже факторы, которые могут активировать дебют аллергических заболеваний. А есть и физиологические факторы, то есть тоже, когда организм человека, происходят какие-то изменения. Ну, хорошо известно, это беременность, например. А у детей этих периодов очень много, потому что у ребенка иммунная система абсолютно не сформирована. Поэтому, соответственно, с каждым есть определенные периоды, так называемые критические периоды, когда в этот период иммунная система происходит определенное становление. Ну, первый критический период – это ребенок родился, то есть для него это стресс. То есть кожа тут же находится не в охлоплодной жидкости, а тут же много стрессовых моментов. И вот первые месяцы жизни – это дебют атопического драматита. Потом ребенок идет в садик, 3-4 годика. То есть раньше он контачивал только с ограниченным количеством людей, сейчас это большое количество детей. У каждого свои инфекции. Начинается массивная атака на слизистые дыхательные путей. То есть начинает формироваться обструкция, это как первый шаг к астме. В следующий период, например, подростковый период, то же самое эндокринная система, происходит созревание. В этот период тоже могут дебютировать некоторые аллергические аутоиммунные заболевания. Поэтому, соответственно, мы говорим, да, это генетика. Но мы не можем, к сожалению, 100% сказать, генетика это выльется в заболевание, либо нет. А какие основные группы аллергенов существуют? Ну, давайте сначала мы определимся с понятием аллерген. То есть если брать классические понятия аллерген, научное определение аллергена, то есть это вещество белковой природы. То есть аллергеном является, например, пыльца, это наблюдается шерсть животных. Потому что, например, говорят, у меня аллергия на химию. То есть если я там использую какое-то косметическое средство, у меня возникает аллергия. То есть это уже химические компоненты, и они обладают в основном раздражающим действием, вызывают контактные. Или, например, табачный дым. Или, например, хорошо известная холодовая аллергия. Холод это не относится к аллергенам. Это опять же фактор внешней среды, который запускает определенную реакцию со стороны организма. Поэтому если мы берем классические аллергены, то мы выделяем несколько групп. Это так называемые ингаляционные аллергены. Это то, что летает в окружающей среде. То есть это пыль, это шерсть животных, это плесневые грибы, это пыльца. И есть пищевые аллергены. Это то, что мы получаем с продуктами питания. Это, конечно же, разнообразные продукты питания. Выделяют также еще инсектные аллергены. Это так называемые насекомые. То есть это, прежде всего, членистоногие, аса, пчела и так далее. Ну и вот если брать вот эти факторы, все остальные триггеры, то есть мы называем это как бы не аллергенами, но триггерами, которые тоже могут спровоцировать обострение. Это то, о чем мы говорили. Различные химические компоненты, холод, жара и так далее. Но вот именно если брать аллергены основные, то я сказал, это ингаляционные и пищевые. А что касается пищевых, какие продукты, скажем так, наиболее опасны? Вы знаете, опять же, этот вопрос, наверное, не совсем корректный, потому что каждый человек индивидуален. Поэтому, что для одного человека будет являться аллергеном, для другого это будет пища и наоборот. То есть здесь очень много зависит еще от генетики. То есть, например, если мы говорим о наших продуктах, которые в Республике Беларусь, мы произрастают и мы употребляем. Поэтому, соответственно, у нас у ребенка какое введение прикорма основной фрукты? Это яблоко, яблочный сок мы говорим. Когда мы говорим апельсин, это очень сильный аллерген. В то же время, если мы говорим о странах, там, той же Италия, да, то есть южные регионы, у них первые, это как раз таки апельсины, и к этому относятся нормально. И рыба в качестве продукта питания, как мясо. Но вообще, если брать глобально, есть, конечно, статистика, которая нам говорит о том, что вот эти продукты наиболее часто вызывают аллергию. Их еще называют великолепная восьмерка, эти продукты. То есть к ним относится это белок коровьего молока, это относится белок яйца, это относится соя, это относится пшеница, это относится рыба, это относятся орехи и это относятся морепродукты. То есть вот это те продукты, которые входят, так сказать, в самую, то есть соединит наиболее частая частота аллергии вот к этим продуктам. И если брать эти продукты, ну, то порядка, наверное, 90 процентов людей, у которых есть пищевая аллергия, имеют аллергию к одному из этих продуктов. Сейчас очень модными стали, я бы так сказала, безглютеновые продукты. А действительно у большого количества людей на глютен аллергия? Вот это вот, знаете, каждый раз мы имеем определенные какие-то нюансы, которые приводят к тому, что возникает какая-то мода. И вот сейчас мода на определение глютена, непереносимостью глютена и, соответственно, безглютеновой диете. Опять же, мне здесь хочется развеять миф. То есть есть понятие аллергия, а есть понятие непереносимость. То есть глютен – это белок, который содержится в пшенице, апселе и так далее, в так называемых злаках. И это так как белок, он может являться аллергеном. То есть я перечислял, что пшеница относится к одним из таких наиболее часто встречающих аллергенов. То есть, ну, эта аллергия не обязательно только к белку глютена, потому что там же много белков. То есть, ну, один из них – это белок глютен. И, как раз таки, это очень редкая ситуация. И, как правило, это проблема именно детей младшего возраста. То есть, как правило, у взрослых таких проблем не возникает. А вот когда мы говорим о непереносимости, это к аллергии никакого отношения не имеет. Это чисто проблема желудочно-кишечного тракта, когда не хватает определенных ферментов. И, опять же, к этому есть определенная генетическая предосположенность, в результате чего нарушается переваривание глютена, образуются его токсические компоненты, которые вызывают определенные токсические раздражения. Одним из, кстати, проявлений может быть тоже сыпь. И вот, когда начали очень активно заниматься, изучать непереносимость глютена, активность фермента, то показалось, что у достаточно многих людей у нас есть непереносимость этого фермента. Иногда она частичная, не обязательно полная, потому что полная непереносимость – это крайне редкая ситуация, и она все-таки в детской практике встречается. Поэтому, в принципе, я сторонник, наоборот, разнообразного питания. И просто так ориентироваться на тест и сразу исключать продукт питания – это абсолютно неправильно. То есть, любой тест должен подтверждаться клинически. Потому что, знаете, есть такая, у меня сейчас стала любимая фраза, что медицина достигла таких высот, что здоровых людей практически не осталось. А мы все очень индивидуальны. То есть, как есть блондин и брюнет, мы тоже самое можем сказать, что вот блондины, они имеют недостаток пигмента, значит, они больны. Но это неправильно. То есть, мы все индивидуальны. Поэтому то же самое относится к непереносимости глютена, к особенностям метаболизма в организме. Поэтому увлекаться просто на основании какой-то теста без всяких на это оснований клинических симптомов – это абсолютно неправильно. Часто можно услышать такое вот «мне нельзя красные» или «мне нельзя желтые продукты». А действительно как-то зависит от цвета реакции организма? Нет, сейчас вот как раз было доказано однозначно, что никаким образом цвет продукта не влияет. То есть, все зависит от того, есть или нет реакции на продукт. Поэтому вот эта ситуация, которую мы достаточно часто раньше рекомендовали – исключить красные, то есть употреблять лучше белые яблоки, чем красные, то есть лучше не морковь, а капусту и так далее. То есть, на данный момент доказано, что в этом нет никаких оснований. И, скажем так, цветные фрукты и овощи, они полностью реабилитированы, и при необходимости, при отсутствии проявлений, вы можете спокойно давать ребенку. То есть, не нужно делить их на цветные и белые, и, соответственно, давать упор на питание белыми овощами и фруктами. Какие сегодня исследования существуют, которые достоверно могут указать на аллергию, на тот или иной продукт, например? Вот это, к сожалению, большая проблема, потому что сложился такой миф, что вот я сейчас пойду в лабораторию, сдам анализ, найду на что у меня аллергии, исключу и все. Потому что, во-первых, аллергические заболевания, они достаточно часто провоцируются не аллергическими компонентами. То есть, например, вот я перечислял эти факторы внешней среды, да, это тоже факторы, которые могут запускать обострение заболевания, того же атопического драматита. То есть, банальный стресс может запускать обострение, а человек будет искать какой-то аллерген. Второе, аллергические реакции, которые возникают, они нестандартные, неодинаковые. И в настоящее время выделяют уже несколько видов аллергических реакций, которые могут возникать с участием разных механизмов. И те тесты, которые на сегодняшний момент большинство есть, это тесты по так называемому истинной аллергической реакции с участием так называемой иммуноглобулина Е. Поэтому, когда мы делаем кожные пробы, когда определяем иммуноглобулина Е, мы делаем вот эту иммуноглобулин Е диагностику и определяем вот только один тип аллергической реакции. Да, по этому типу достаточно в большинстве случаев протекает именно Это классическое заболевание поленоз. Вот здесь мы можем в большинстве случаев поставить четко диагноз и выявить четкий аллерген. Бронхиальная астма в большинстве случаев, когда она аллергическая, мы можем тоже четко поставить аллерген, но опять же не всегда. А вот то, что касается, например, матопического дарматита и некоторых вариантов астмы, мы, к сожалению, не можем. Поэтому, да, тесты есть. И на сегодняшний момент идет очень достаточно много научных исследований о том, чтобы получить новые тесты. И они появляются, в том числе и в нашей республике появляются эти тесты. Но дать гарантию, что этот тест нам даст полную информацию, мы, к сожалению, не можем. И есть еще вторая сторона медали. То есть есть понятие же и ложноположительные результаты. То есть когда человек получает тест, но он показывает неправильный результат. То есть у него нет никаких клинических проявлений при контакте с данным аллергена. Поэтому вот здесь вот всегда аллергологи и выступают за то, что любой тест должен назначить все-таки врач после того, как ознакомился. Потому что он выберет тот тест, который действительно нужен пациенту. И второе, что не нужно слепо доверять тесту, опять же его интерпретировать и давать рекомендации согласно результату теста, опять же должен врач-аллерголог. Поэтому не спешите делать многочисленные тесты, а лучше получить консультацию у грамотного врача-аллерголога. А в каком возрасте обычно впервые проявляется аллергия, если она есть на человека, на что-либо? Ну, я уже говорил о периодах, да, то есть поэтому в любом возрасте может проявиться аллергия. То есть у маленького ребенка это проявится в виде атопического дерматита, у ребенка в садике, в виде, например, какого-то аллергического аллергии, то у подростка в виде уже, например, бронхиальной астмы. Поэтому в каждом возрасте есть какие-то, скажем так, любимые в кавычках заболевания, когда они могут дебютировать. Поэтому классическая аллергия и вот этот дебют аллергии, он начинается уже на первых годах жизни ребенка. Расскажите о механизме. Вот, например, произошел контакт с шерстью, например, животного. И как дальше это работает? Как запускаются механизмы? Ну, опять же, они запускаются не у всех, да. То есть пыльцы масса, люди все выходят, вдыхают пыльцу, но из у них никаких симптомов не возникает. То есть механизм возникает у человека иммунопата, аллергопата, у которого есть проблемы, то есть которые реагируют. И, в принципе, классическая аллергическая реакция, она описана уже достаточно давно, она является следующей. То есть, во-первых, не происходит реакции сразу при первичном контакте с аллергеном. То есть при первичном контакте с аллергеном у нас только образуются вот эти иммуноглобулины Е, которые в последующем будут уже отвечать за реакцию, которая возникает именно за аллергическую реакцию. А вот уже при вторичном контакте, соответственно, у нас происходит связывание вот этого аллергена с иммуноглобулинами Е, специфическими, которые именно связываются с данным аллергеном. Эти иммуноглобулины Е, вот этот комплекс, осаждается на клетке и способствует тому, что идет выброс биологически активных веществ. И в зависимости от того, какой орган мишень, то есть мы, соответственно, видим те или иные симптомы. То есть если это поленоз, то вот это все происходит в слизистых, и выброс биологически активных веществ приводит к риниту, к зуду, чиханию, насморку и так далее. Если это возникает в дыхательных путях, то, соответственно, возникает воспаление в дыхательных путях, и человек начинает кашлять, задыхаться, ему трудно дышать, потому что отекают дыхательные пути. Если это происходит на коже, то, соответственно, там появляется реакция в виде там либо волдыря, если это, например, крапивница, либо в виде дерматита, если это атопический дерматит. А что касается сезонной аллергии, чаще всего, как она проявляется и как лечить? Ну, если мы говорим о сезонной аллергии, то, конечно же, чаще всего мы вспоминаем о поленозе, Потому что сезонная аллергия – это то, что происходит сезонно, а сезонно у нас идет цветение растений, поэтому это поленоз. Хочется сказать, что сезонную аллергию можно давать и такой аллерген, как плесень, плесневые грибы. Их концентрация увеличивается в определенные периоды, поэтому ранняя весна – это высокая концентрация плесени и поздняя осень. Поэтому мы это иногда можем спутать тоже с поленозом, когда вроде бы симптомы есть, а пыльцевые пробы ничего не показывают. Но если мы говорим о классике, то есть о аллергии к пыльце, то соответственно, это мы говорили инвалиционный аллерген, то есть он летает в окружающей среде, поэтому прежде всего контакт происходит с дыхательными путями – это слизистая полость носа, это слизистая трахея бронхов, ну и, соответственно, глаза, слизистый глаз конъюнктивы. Ну и зачастую у некоторых людей может отмечаться и поражение кожи, потому что на открытых, особенно на участках тела, то есть контакт пыльцы с кожей может провоцировать обострение дерматита. Но чаще, скажем так, классика – это так называемый риноконъюнктивальный синдром, то есть реагируют слизистые носа и слизистые глаза. Это характерно где-то порядка 90% людей, у которых есть вот эта вот сезонная аллергия. Поэтому, соответственно, человек выходит на улицу, на улице солнышко, небольшой ветерочек, всем очень хорошо, прекрасная погода, весна, все радуются. А вот у человека, у которого есть поленос, он при выходе на улице, у него тоже появляются симптомы, похожие на простуду. Он начинает чихать, чесать нос, глаза, у него льются слезы. И хорошо он себя чувствует, только когда приходит домой, закрывает все окна, вот тогда у него ситуация улучшается. Принимает душ, смывает это все, вот тогда лучше. Поэтому вот это вот классика проявления именно поленоса. А как не спутать с простудой? Это сделать сложно, к сожалению, потому что симптомы все классические для простуды, так как большинство людей начинают говорить, что у меня есть слабость, вялость, у некоторых болит горлом, головная боль тоже характерна. У некоторых даже может повышаться температура, поэтому, естественно, если вы с такими симптомами обратитесь впервые к врачу, чаще всего будет выставлен диагноз УРИ, и по статистике только у 10% людей, страдающих поленозом, диагноз был поставлен на первом году жизни. Поэтому, как правило, это все считается, что какая-то простуда, затянувшаяся простуда. А вот уже когда в следующем году мы видим у человека эти симптомы, опять в это же время, вот тогда уже как бы задумывается, а не аллергия ли это. Поэтому вот то, что симптомы в одно и то же время, то, что они возникают на улице, а в помещении, наоборот, становится лучше, то, что простуда это носит какой-то затяжной характер, ну и нет вот классических все-таки симптом простуды в виде интоксикации температуры, это стоит повод задуматься о том, не аллергии ли это, не сезонное ли это аллергия, и обратиться к врачу для проведения определенного, так называемого, скрининга, чекина для того, чтобы посмотреть, действительно ли это аллергия. Если мы это подтверждаем, то мы тогда будем уже делать тесты, чтобы выявлять уже конкретные аллергены. – А пыльца каких растений наиболее опасны? – Опять же, индивидуально, то есть у нас есть к содержанию категория пациентов, которые начинают реагировать с весеннего периода, то есть у них симптомы уже в марте начинаются и заканчивают аж в сентябре, в октябре, и весь этот период они реагируют. Но вообще, то есть у нас есть три сезона цветения в Республике Беларусь, то есть первый сезон цветения, это так называемое весеннее, это деревья, когда цветут, ольха, лещина, береза, вот мы сейчас наблюдаем этот период, поэтому люди, у которых аллергия на пыльцу деревьев, они уже реагируют соответственно сейчас. В конце мая мы увидим уже период цветения злаков, это в среде них там овсяница, райграсс, тимофеевка, это конец мая, июнь месяц, где-то до середины июля, самый пик – это вот конец мая, начало июня. И третий сезон цветения – это так называемая сорная трава, и это полынь, но за счет того, что мы наблюдаем глобальное потепление, и у нас сейчас достаточно ранняя весна и достаточно жаркое лето, то потихонечку у нас южные регионы нашей Республики, там начинает роль играть уже не только полынь, но и амброзия, которая более характерна для более южных регионов. Поэтому вот это вот амброзия и полынь – это представители третьего сезона цветения. Поэтому сказать, на какое более опасен, какое менее, это для каждого человека свое. Одиному плохо уже в августе-сентябре, когда цветет полынь, а другому – весной. Но если брать статистику, то, в принципе, процентов 40 детей, мы говорим про детское население, не имеют аллергию именно к пыльце деревьев, то есть действительно весна наиболее часто, где-то процентов 30-40 – это злаки, и 10-15 процентов – это полынь все-таки. Поэтому вот основная все-таки для нас проблема – это аллергия к пыльце деревьев и злака. К сорным травмам менее выражено, но такая категория пациентов тоже встречается. А бывает такое, что в детстве все хорошо, а уже в зрелом возрасте вдруг оказывается, что аллергия, ну вот на полынь, скажем? Да, к сожалению, бывает, аллергия – это не заболевание детской практики, то есть аллергия может начаться в любом возрасте, в том числе и в 50-60 лет, то есть это абсолютно невозможно предсказать, мы уже говорили о том, что у человека есть предрасположенность, а выскочить она может в любой момент, поэтому такая ситуация – это не, скажем так, какой-то нонсенс, такое бывает, хотя, конечно же, в основном, в большинстве случаев дебют аллергии приходится именно на детское население, то есть начинается уже в детском возрасте. А какие сегодня наиболее эффективные методы лечения существуют? Вы знаете, если брать глобально, то, наверное, ничего не поменялось, методы лечения остались те же, единственное меняется то, что появляются просто более новые современные препараты, но опять же из этих категорий. То есть, когда мы говорим об аллергии, то, конечно же, мы говорим первым пунктом о том, что проще всего исключить контакт с аллергеном, это лучше всего, да, то есть, например, если у человека контакт с животным вызывает аллергию, то это сделать, ну, скажем так, достаточно просто, да, то есть он не заводит животное, не общается, скажем так, с людьми, у которых есть животное в гости, либо там принимает какие-то профилактические таблетки, да. Но бывают, к сожалению, такие ситуации, что при аллергии на животных даже человек, вот мы говорим в школе, да, сидит за партой и сосед по парте, у него есть дома котик. Естественно, у тех людей, у которых есть дома животные, у них всех на одежде даже в небольшом количестве, но, естественно, вот эти вот аллергены в виде там шерсти и так далее, они присутствуют. Поэтому даже находясь рядом с этим человеком, сидя за одной партой, уже могут появляться симптомы, хотя вроде бы животных нет. К сожалению, такие ситуации бывают. Поэтому вот это первое правило – исключить контакт с аллергеном, максимально ограничить, потому что полностью исключить нельзя. Например, с пыльцой это сделать вообще невозможно, да. А второе – это прием противоаллергических препаратов. Их сейчас большое множество, и на данный момент, естественно, предпочтение дается более новым препаратам, потому что они более безопасны, не дают сонливости, их принимать достаточно один раз в день, и можно принимать достаточно длительный период, то есть месяцами даже при необходимости. Но это, к сожалению, симптоматическая терапия. То есть мы просто убираем симптомы. Если мы прекратим прием препаратов, то, соответственно, симптомы опять возобновятся. Поэтому это длительная, к сожалению, терапия и, к сожалению, аллергические заболевания. У них у всех идет такое в названии пункт – хроническое. То есть мы, к сожалению, не говорим о том, что аллергию можно излечить, ее можно контролировать. Ну, когда, кроме тех заболеваний, которые носят острый характер, так называемая острая крапивница, например, мы ее сняли, слава богу, и забыли. А вот то, что нам позволяет коляным образом справиться с аллергией – это так называемая осид-терапия, аллерговакцинация. То есть смысл ее в чем? Мы берем аллерген, выявляем, на что у ребенка аллергия, то есть, например, в частности, пыльца. То есть мы выявили, что да, у него пыленос, аллерген, а пыльцо – береза. Вот мы этот аллерген, ему вводим в организм низких дозах, причем вне сезона цветения. То есть, когда нет сезона цветения, и мы тем самым как бы тренируем его иммунную систему. Она тренируется на вот таком небольшом количестве аллергенов, чтобы уже с наступлением весеннего периода, то есть когда идет цветение, то есть так активно, агрессивно его организм не реагировал. Этот метод лечения называется аллергеноспецифическая иммунотерапия, и, соответственно, он активно используется. Это не какой-то новый метод лечения. Эту методу уже лечения больше 100 лет исполнилось. Но сейчас, естественно, появились более современные вакцины, то есть мы можем этот метод лечения делать под язычными методами, сублингвально, так называемыми, что очень приятно в детской практике. И поэтому вот этот метод лечения мы рассматриваем как один из основных, который позволяет забыть аллергии на достаточно длительный период времени. Но, к сожалению, у этого метода есть ряд ограничений, то есть для него должны быть достаточно четкие показания. Поэтому, опять же, показания для этого метода лечения, решение о назначении этого метода лечения, это принимает только врач-аллерголог. Поэтому это не так, что самостоятельно я хочу провести осид, то есть, опять же, вы можете спросить своего лечащего врача-аллерголога, можно ли ребенку провести осид, и врач вам, скажем так, элифицированно ответит «да», если нет, он объяснит причину, почему вашей ситуации это, к сожалению, не подходит. А для взрослых можно применять этот метод? Этот метод можно применять в любом возрасте. Вообще он назначается с пятилетнего возраста, и у него, в принципе, нет ограничений, то есть и в 60 лет мы его тоже можем делать. Обнадеживающе. Скажите, а что такое перекрестная аллергия? Перекрестная аллергия – это очень интересная вещь. То есть, раньше мы этого не могли объяснить, то есть, почему, например, у человека при аллергии на клеща, например, есть аллергия на креветки, или почему человек, у которого аллергия на пыльцу березы, он начинает почему-то не может кушать яблок. Но современные методы диагностики позволяют разбить аллерген на молекулы. То есть, аллергены – это вещество белковой структуры, но там много молекул этого белка. То есть, мы раньше брали пыльцу и с ней делали пробы. Сейчас эту пыльцу мы разбиваем на кусочки мелкие. И, соответственно, было показано, что в каждом аллергене есть очень много вот этих аллергенных молекул. И каждая из них, она индивидуальна, особенно. Одна, например, наиболее часто отвечает за аллергию, другие – реже. Так вот, за счет того, что у нас все-таки теория Дарвина никуда не делась, все шло по спирали развития, соответственно, те же растения, они все между собой имеют одинаковую природу и имеют одинаковую генетику. Например, в том же яблоке и в пыльце березы оказались и есть одинаковые молекулы. И поэтому наш организм, соответственно, когда употребляет яблоко, он эту молекулу распознает как аллерген и начинает реагировать, хотя у человека нет аллергии на яблоки. И вот это называется перекрестная аллергия. Положительным моментом является то, что наличие перекрестной аллергии не всегда проявляется клинически. То есть мы можем сделать тест, например, и человек будет в шоке, у него там аллергия на киви, на картошку, на яблоко, на грушу, на орехи. Он говорит, я это все ем, у меня все нормально. Но это просто связано с тем, что его организм это воспринимает как аллерген, и тесты показывают положить на реакцию, хотя ее нет. И перекрестная аллергия, она, как правило, протекает достаточно легко. Как правило, она протекает в виде так называемого орального синдрома. То есть человек ест яблоко, и у него тут же появляется зуд в области горла, губ и так далее. Поэтому вот это и есть перекрестная аллергия. Поэтому это достаточно важно знать, потому что мы должны все-таки понимать, какими продукты мы должны бояться, остерегаться, например. И он объясняет, почему нельзя, например, употреблять этот продукт. То есть, опять же, есть парадоксальный план реакции. То есть у человека аллергия на полынь, это, как правило, аллергия на подсолнечник. И человек начинает почему-то реагировать на рыбу, хотя все тесты на рыбу показывают отрезательный результат. А все дело оказалось в том, что рыба часто обрабатывается подсолнечным маслом, и в основном все консервы содержат подсолнечное масло. И вот как раз у человека была аллергия не на рыбу, а на подсолнечник. Вот это вот и есть перекрестная аллергия. Поэтому эта тема достаточно интересная. И сейчас мы имеем возможность делать эту диагностику, как молекулярная диагностика, это уже такой high level. То есть, когда мы… Она не показана всем, естественно, но вот в таких случаях, когда у человека там очень много находится аллергенов, когда у него тяжело протекает аллергическое заболевание, для того чтобы вычленить все-таки виновный аллерген, то есть ему делают вот эту вот молекулярную диагностику, и тогда мы имеем возможность дать все более четкие рекомендации. В Беларуси антигистаминные препараты в большинстве с вами без рецепта продаются. Ну и многие считают, что могут лечиться самостоятельно. А к чему может привести такая самодеятельность? Ну, вы знаете, я бы не сказал, что в Беларуси антигистаминные. То есть, в принципе, во всем мире, в тех же Соединенных Штатах Америки, где очень жесткий подход к препаратам, антигистаминный препарат можете купить даже просто в магазине. Потому что, в принципе, это препараты достаточно безопасные. Но это относится ко вторым поколениям препараты. То есть их доза увеличения даже 8-10 раз не оказывает какого-то токсического действия. Поэтому, в принципе, здесь ничего плохого, естественно, нет. То, что человек может приобрести препарат, потому что, к сожалению, аллергия – это достаточно частая ситуация. И зачастую тут не требуется визит к врачу, особенно когда человек знает о своей проблеме и принимает эти препараты на постоянной основе. Но здесь какой нюанс возникает? То есть, во-первых, все-таки просто так принимать препараты, не зная о том, что действительно ли это аллергия, не понимая какой диагноз и так далее – это не сильно корректно. Поэтому, если вы принимаете просто препараты и до этого не обращаясь к врачу – это неправильно. То есть вам должен быть выставлен диагноз и назначен тот препарат, который нужен. Потому что антигистаминные препараты – их достаточно много. И они делятся так называемым старого поколения и нового поколения. Поэтому для каждого поколения есть определенная ниша, когда мы можем их использовать. Поэтому вот в этом плане здесь нужен врач, чтобы посоветовал, какой лучше использовать препарат. Ну и не стоит забывать, что есть дозировка препарата. Поэтому в детской практике мы всегда говорим о дозировке. То есть это может быть и три таблетки в день, а может быть одна четверть таблетки в день. Это тоже очень важно. Поэтому если вы все-таки покупаете препарат, он безрецептурный, все-таки ознакомьтесь с инструкцией. Потому что и дозировка, и ограничения по возрасту они характерны для препаратов. И некоторые препараты нельзя, например, применять в детской практике. То есть до 12 лет они не зарегистрированы. Как оказать помощь при внезапной аллергической реакции? Например, человек что-то съел не то, и возник приступ удушья. Что делать? Это достаточно сложная ситуация, потому что такие реакции возникают достаточно резко, неожиданно. И здесь оказать помощь достаточно сложно без наличия специализированных препаратов. То есть, во-первых, пациент должен знать о том, что у него аллергены, какие-то продукты питания, и все-таки изучать тщательно состав продукта. Потому что, к сожалению, я приводил ситуацию, иногда бывают такие парадоксальные ситуации, что вроде ничего, а там что-то содержится. Те же орехи сейчас добавляются много где. Обратите внимание, в шоколадках пишут инструкцию «Может содержать следы», потому что он производится на фабрике, и, соответственно, там линии были, например, конфеты с орехами, а потом стали делать без орехов. Но даже вот такие небольшое количество следов у человека, у которого идет сильная реакция, она может провоцировать реакцию. Поэтому, конечно же, желательно не доводить до этой ситуации, изучать. Если же возникает острая такая у плана реакция, то есть она опять же может быть как легкая в виде какого-то там сыпи, минимальное проявление сыпи, зуд и так далее, и тогда достаточно дать просто антигистаминный препарат. И потом уже обращаться к врачу, если эта реакция, например, не купирована, чтобы там необходимо коррекцию терапии провести. Но если возникает уже острая у плана реакция, то человек на глазах начинает краснеть, опухать, чесаться. И самое страшное то, что мы боимся, возникает отек со стороны дыхательной системы. Вот это повод сразу для вызова скорой помощи. То есть первое, что вы должны сделать – сразу вызвать скорую помощь, потому что здесь речь идет уже поминутно. Вы должны уложить человека, естественно, прекратить контакт с аллергеном, который возникает. То есть, например, если это был укус насекомого, удалить жало, приложить холод к месту укуса, чтобы это не распространялось быстро. После того, как вы уложили человека, дать ему, опять же, любой антигистаминный препарат. И дальше, опять же, зависит от наличия у вас других медикаментов. То есть в неотложных ситуациях то, что мы говорим о самой сильной реакции, это так называемая анафилоксия, анафилактический шок. То есть основным методом лечения является введение адреналина. Но это достаточно агрессивный препарат. И просто так мы его не купим. И плюс у него очень специфическая доза. Поэтому неподготовленный человек его не может сделать. Есть такие ручки, называется Эпипен. То есть это ручка, которая содержит одноразовую дозу адреналина, эпинефрина. Препарат, который служит для купирования острых состояний. То есть они зарегистрированы, в нашей республике их, к сожалению, нет. Но вот они выписывают тем пациентам, у которых есть такие проблемы, он самостоятельно может вести себе это лекарство. Это делается достаточно просто. В бедро делается однократный укол и купируется ситуация. Поэтому у нас есть протоколы по оказанию помощи при анафилактических ситуациях, где четко расписаны дозировки для ребенка в зависимости от возраста. Поэтому скорая помощь, которая приезжает, доктор оценивает состояние. Если он увидит, что это действительно анафилактическая, то он в первую очередь ведет препарат именно адреналин, который купирует острого плана проявления. Ну и затем уже вторым планом препараты. Это уже антигистаминные, гормональные препараты, которые вводятся. Поэтому в данной ситуации, в принципе, вот здесь два крайних ситуации. Первая – обычная реакция, которая в виде зуда, сыпи и так далее, мы даем антигистаминный препарат. И, как правило, этого достаточно. И вторая вот эта крайняя ситуация – это когда уже сильная и здесь уже потребуется обязательно оказание помощи специализированной, то есть вызов скорой помощи. Это главное и первое условие. Дмитрий Викторович, спасибо за интересную и полезную информацию. Всегда рад. До свидания, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.